Заслуженному тренеру СССР и Украины по водному полу Евгению Смиркусу 80 лет. Больше 60 из них Евгений Давидович посвятил любимому делу. Сначала как игрок, затем как успешный тренер. Среди его многочисленных учеников чемпион мира Виталий Рожков, победители юношеских и юниорских первенств Европы, обладатели Кубка Европейских чемпионов, чемпионы Союза и Украины. Много побед, много воспитанников, которые чемпионами мира, Европы были все. Но единственное соревнование, которое я помню больше всего, это 79-й год во Львове, 1979 год, когда я приехал со сборной команды Украины на молодежные игры СССР. И меня бросили на произвол судьбы. Я один должен был проводить две тренировки в день. Я один бегал, искал места для проживания команд всех. А это всего-навсего 12 сборных команд Республики СССР было. Я выиграл эти соревнования. Один. Многие воспитанники Евгения Смиркуса пошли по стопам своего наставника и работают тренерами. Он дает игроку проявить свое видение. И это часто помогает выиграть. Вот я говорю, все возраста, которые он касался так или иначе, или прямым, или косвенно, они все выиграли вот там, где... На Украине, значит, Украина. Если это было общество «Динамо», значит, общество «Динамо». Если это Советский Союз, значит, это Советский Союз. То есть человек шел по земле с именем победителя. К нему так и относились. В основу игры у Евгения Даниловича всегда клались игровые способности. То есть не какие-то там теоретические разработки, длина стопы, скорость. Это все нужно для сборной СССР, для сборной Украины. А вот для клуба это прежде всего сыгранность, понимание друг друга, игровые качества. В 80 лет юбиляр все так же полон сил и планов, ведет активный образ жизни, передавая свой богатый опыт в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой. Пожелаю ему, конечно, в первую очередь здоровья, спортивного долголетия, чтобы он нас радовал еще многие годы. Он каждый год собирается, я, наверное, буду заканчивать. И каждый год мы его уговариваем, и он остается, и вносит огромный вклад в развитие водного пола. Сейчас, если кто-то не умеет отжиматься, если кто-то не умеет подтягиваться на перекладине, я показываю, как правильно это делать. Показываю не просто один раз отжаться, а пять, шесть, десять раз, или подтянуться два, три, четыре раза. Естественно, я стараюсь следить за своим здоровьем. Также в качестве консультанта Евгений Смиркус помогает своему сыну Олегу, который является главным тренером юношеской сборной Украины по водному полу. Спасибо.